Продолжение следует... Путин выступил против парламентской республики, сославшись на зарубежный опыт и исказил многие факты. Что не так с этими тезисами, публикует Медуза. На встрече с жителями города Усмань Липецкой области Путин прокомментировал предложенные им поправки в Конституцию. Тот, кто не называет фамилию Навального, снова выступил против введения в Россию парламентской республики. Я думаю, что для России, с ее огромной территорией, с многоконфессиональностью, с большим количеством наций, народов, народностей, проживающих на территории страны, даже не посчитать, кто говорит 160, кто 190. Понимаете? Нужна все-таки крепкая президентская власть. По его мнению, это теоретически возможно, но нецелесообразно. Доказывая преимущество президентского правления, Путин сослался на зарубежный опыт и сделал сразу несколько заявлений, которые либо не соответствуют действительности, либо выглядят очень спорно. О разных формах правления. Парламентские республики, они в мире такая форма организации государства, она распространена во многих странах, особенно в европейских странах, эффективно применяется. Хотя там есть и президентские республики. Ну, допустим, Федеративная республика Германии – это парламентская республика, а Франция, скажем, это президентская республика. Там тоже разные формы существуют в Европе. Да и по всему миру. Индия – одна из крупнейших стран мира. Это парламентская страна. А Соединенные Штаты – это президентская. Возможно ли это применение у нас? Теоретически возможно. Целесообразно или нет? У каждого свое мнение на этот счет. Я считаю, что нет. Что в этом высказывании не так? В качестве примера президентской республики Путин называет Францию. Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж. Она действительно была такой после принятия ныне действующей Конституции в 1958 году, на которую, как считается, ориентировались разработчики российского основного закона. В чем-то президенты Франции были даже влиятельнее российских. Они избирались на 7 лет, единолично назначали премьер-министра, а также могли легко распустить парламент. Но в 2002 году срок президентских полномочий был сокращен до 5 лет. Французский президент может отправить премьера в отставку только если это решение поддержит парламент и фактически уже много лет назначает кандидата от победившей партии. Что касается России, президент даже с учетом новых поправок сохранит полномочия увольнять премьера, отдельных министров или все правительство. Они уволились просто в цирк. Да и только. Уволились. Оба президента имеют право отклонять законы. Французский парламент может преодолеть вето простым большинством голосов, а российскому парламенту для этого нужны две трети. Причем по новым поправкам президент России получит дополнительную возможность не подписывать непонравившийся закон, отправив его на проверку в Конституционный суд, влияние на который он тоже увеличил. Фактически президент доминирует во французской политике только если его партия контролирует парламент, как сейчас Эммануэль Макрон. Президент России будет делать это в любом случае. О жизни без правительства. Путин. Парламентская форма правления, которая применяется широко в Европе, она дает сбои сегодня. В некоторых странах, несмотря на наличие такой политической инфраструктуры в виде устойчивых политических партий, они не могут сформировать правительство по полгода. Не получается. Вы представляете, если бы Россия жила без правительства полгода. Катастрофа. Это просто, поверьте мне, это невозможно. Значит, это колоссальный ущерб государству. Что в этом не так? Длительный процесс формирования нового кабинета еще не означает, что страна живет вовсе без правительства. Как правило, его предыдущие главы просто продолжают исполнять обязанности до окончания коалиционных переговоров. Именно так сейчас происходит в Израиле, где на весну назначены третьи за год парламентские выборы из-за неспособности ни одной партии сформировать устойчивое большинство. Это, безусловно, серьезный политический кризис, но при этом премьер-министр Беньямин Натаньяху продолжает исполнять обязанности. Более того, подобные правительственные кризисы случаются не во всех парламентских системах и не так часто. Говоря о полугодии без правительства, Путин, возможно, имел в виду пример Германии, где после выборов 2017 года действительно именно столько не могли сформировать кабинет. Но это первый подобный случай за многие десятилетия. Наконец, существующая в России система власти не гарантирует политической стабильности. Дело в том, что правительство сейчас фактически не зависит от парламента. Но если парламентское большинство принадлежит оппозиции, она может легко заблокировать принятие нужных законов. Именно это во многом привело к дефолту 1998 года. Главный фактор кризиса 1998 года – это на протяжении нескольких лет жизнь непосредственно, когда принимались абсолютно нереалистичные бюджеты, когда расходы резко превышали доходы. И дальше правительство для того, чтобы финансировать дефицит бюджета, строило пирамиду ГКО, которая, как все пирамиды, рухнула. О кризисе парламентаризма. Путин. Сами эксперты, западные эксперты, я подсчитываю иногда, они сами говорят о том, что парламентаризм переживает в известной степени такую кризисную ситуацию. И думают о том, как оживить, как придать новое качество, как сделать эту систему более эффективной. Что в этом не так? О кризисе демократии, в том числе представительной, действительно говорят довольно много. В связи с ростом популистских, интеллигентных сил и особенно со сменой демократических режимов на авторитарные. Но, как показывают исследования, откат к авторитаризму происходит не в старых западных демократиях, а в тех странах, где сама демократизация произошла всего несколько десятилетий назад, например, в России. При этом западные ученые, на коллективное мнение которых ссылается Путин, говоря о кризисе парламентаризма, как правило, ищут решение не в усилении единоличной власти, а в новых формах общественного представительства. Когда смотрю, у меня просто волосы, оставшиеся на голове дымом встают. Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли? Подробнее о новых косяках Путина вы сможете прочитать в статье издания «Медуза». Ссылку мы оставляем в описании под видео. Это отвратительная личность Путина. Они берутся. Его поставили только потому, чтобы было удобно воровать. Это народная любовь. Слава Богу. И Россию можно смело назвать одной из самых социальных стран мира. И огромное вам спасибо. Молодцы. Первый раз это слышали. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки и писать комментарии. Ваше мнение имеет значение. Про Конституцию. Я считаю, что изменения в Конституции очень серьезные. И они радикально меняют устройство российского государства. И таких направлений это три. Первое – это приоритет национального законодательства над международным. Вот такой базовый принцип, когда участие России в любых международных соглашениях, начиная от участия в ООН и кончая Евразийским экономическим союзом, кончая торговыми соглашениями с Белоруссией. Вообще вся система международных договоров России, она рушится. После этого любой партнер, договариваясь с Россией, он будет думать, а я с кем договариваюсь? Они в любой момент из этого договора могут, что называется, сказать, что он им не соответствует их интересам. А второе – это то, что Путин подминает под себя судебную власть окончательно. То есть он получает право, получит право снимать судей Верховного Конституционного Суда. В любой момент. Ну там Совет Федерации с представлением Путина. Это означает, что в любой момент состав Конституционного Суда, любого судью, который должен принимать решение, соответствует Конституции, не соответствует Конституции, законы, там нарушаются права человека, какого-либо, по какому-либо делу, не нарушаются. Вот любого судью можно убрать. И третье – это то, что ликвидируется местное самоуправление. Оно встраивается в систему государственной власти. Вот все остальное – это от лукавого. Все остальное – это декорация. О всем остальном можно вообще не говорить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok